сегодня мы посетим реку бага выше по течению над водопадами которые многие туристы конечно может быть посещают возят экскурсионные группы но немногие видели что находится выше мы увидим но обо всем по порядку пойдет да красиво конечно очень красиво нежданчик просто просто радует что водичка есть и водичка в полной мере конечно посмотрим как дела обстоят с водопадом дальше река уже пошла более спокойной красота так пузырьки воздуха цепляются за камни вода прозрачная прозрачная молодо Надо же так дуб прилепился на скале, кусок скалы и дерева, это Игорек, здесь тоже вымывало, то есть хороший поводок здесь. Так, нет, тут не вариант, надо обходить, надо подняться на эти скалы. А, так подожди, а ну-ка дай. Слушай, а что здесь второе русло, значит оно пересохло получается? Должно быть еще одно русло, а его нету. Так, оказывается мы пошли не по тому руслу, того русла мы что-то вообще не обнаружили. Здесь вполне возможно... Интересно, конечно интересно. Наклоняйся туда дальше, так опасно тоже. Да, купаться не прикупаться, ванны молодости такие. Ух! Так, ну я так думаю многие показывали водопады, трехкаскадные водопады реки Бага, но... выше. Вот такую вот красоту видели немногие. Здесь довольно-таки... Ух ты, там грот еще! Довольно-таки экстремальный подъем, но оно того стоит. Теоретически можно по голой скале, а можно пройти по праву. Так, дальше опять-таки немного экстрима по голым скалам по правому аэрографическому борту и можно подняться по левому через лесок. Продолжение следует... ...последствия с паузом. Поехали! 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 Да, чем дальше, тем более дикие места, троп здесь нет, Но зато виды, виды просто ошеломляющие. Со всех сторон скалы, разбросанные груды камней. Картинка стоит того, чтобы сюда забраться. Вот мы входим в лес, где уже большие деревья. Здесь уже полумрак. Дело ближе к вечеру. В верхушке деревьев еще освещает солнце. Но мы вот уже в тени. Ну а дальше не просто загадочный лес, а каменный хаос. Отвесные стены, местами гроты. Впечатление, что это ручная кладка, будто заложили вход в пещеру. Редкие лучи солнца пробиваются сюда. Ливаны над рекой. И такое впечатление, что водопады нам просто снились или казались. Здесь не малейшего шолоха воды. Полная гладь. Но вода по-прежнему настолько же чиста и прозрачна. Местами встречаются такие лианы, облевшие стволы деревья просто оксами как деревья. Так, ну это мы уже заврели в самую глушь. Такие волшебные, прям огромные деревья скажутся. Виды, конечно, неповторимые. Так, и опять ванны молодости. Здесь уже глобально так. Но Надя кричит, что впереди еще круче. Сейчас мы посмотрим, что там. Так, Игорек впереди снимает. И вот, интересно, вот такие вот вымывает. Перешаги большие такие. Красиво, конечно. Красиво. Так, Надя там что-то увидела серьезное, глобальное. Кричит, кричит, идите сюда. Красота. Вот это вот глубина, вот это вот в идеале просто. Чтобы иступнуться. Ну а хочется видеть больше, лимит времени. Красиво, смотришь вперед красиво. Смотришь назад тоже красиво. Просто головой крутишь без остановки. Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну и мы в принципе вообще сюда не планировали идти, а забрались довольно-таки далеко, поэтому будем потихоньку возвращаться. Вот, три цвета одной реки. Не, вот так вот. Три цвета одной реки. Первой купели золотая, затем идет изумрудная. Так, а я вот нашел такую интересную штучку, думал камень. Но меня форма заинтересовала, я его взял в руки, он оказался очень тяжелым. То есть это вполне может быть какой-то раритет. Так, ну и хотел бы, конечно, поблагодарить своих друзей Надюшу и Игоря за то, что вытащили меня вот сегодня в Байдарскую долину. Мы прошли каньон реки Бага, ну насколько это нам позволил лимит времени. Вот, красота, конечно, не писанная. Ребятам огромную благодарность. Вот, и рекомендовал бы посетить эти места, действительно, такие благодатные места, которые радуют душу, успокаивают нервы. Постоянный шум воды, он не просто, может быть, кого-то раздражает, но это надо быть, не знаю, шум воды, он не надоедает. Постоянный этот поток, постоянный поток энергии дает возможность прийти в равновесие внутреннее. Ну, на сегодня наше путешествие заканчивается и до следующих встреч. Всем здоровья! Ну и дальше путь по Скальнику назад, в Новобобровское. Так, ну опять-таки здесь своя красота. Мы сегодня домой не уйдем, мы останемся здесь ночевать. Там, кстати, сейчас световой день полноценный, а мы тут в тени, кажется, что уже вечер на самом деле. Так, Надя увидела там цветы, которых мы сегодня еще не встречали, и вот немножко отстала. Движемся все выше по Скальнику. Красиво, конечно, такие первозданные места. Все, пришли. Так, здесь вот такая вот пропасть. Не-не-не. Руки интересуются, есть здесь тропа или нет, да? Ребята, ну это какая-то подстава. Залезли в какой-то тупичок. Да, по-була и раптом взникла, да? Неизвестно в каком направлении. Вот так вот, ребята, а? Да, ну и дальше тоже Скальник непонятно. Здесь гарантировать не могу, я здесь сам впервой. Красиво. Осторожно. Вроде за тропа, Серега. Вот она, Байдарская долина. Котловина с большим озером. Ну да, нам с этого хребта спускаться. Здесь вот кого-то съели. Вперед. Да? Ну где-то спушите. Да, по-любому. Куда должны были еще много, часов назад уйти. А ввиду того, что отклонились, пошли по другому машину. В другое русло пошли. Где ты тут видишь стропу? Ее там нет. Так, вижу цель. Говорят, не вижу препятствий. Но мы видим цель. Нам надо выйти из этого каньона, вот там, где тень полная уже. Ну, а мы стоим на Скальнике. И с двух сторон идет каньон. Бабейское виды, конечно. Так, вот я всю дорогу не смотрел на карту. То есть шли наугад, пытались куда-то выйти. Ну да. В итоге я посмотрел, все-таки мы выходим на тот водопад, который должны были видеть несколько часов назад. Изначально планировали. И вот сейчас. Итак, мы вышли на водопаде Нижней Баги. Вот здесь должен быть водопад, которого нет. Вот так на сегодняшний день выглядит этот водопад. То есть он сегодня не водопад. Осталась лужа в ванной молодости такой. Ну, да, здесь высота приличная. Здесь, по идее, когда есть вода, зрелище должно быть тоже такое невероятное. Но на сегодня мы правильно не туда свернули изначально, поэтому увидели намного больше. Такие интересные лишайники с голубоватым оттенком серо-голубого. Коровки мучат, значит, мы уже где-то близко. Надя, давай, как-то сейчас. Очень много можжевельника. Красота, конечно. Так, все ближе, все ближе и ближе в мычание коров, значит, мы уже пришли почти. Соловьи поют. Красота. Красота. Вот она, Крымская Швейцария на закате. Красиво. Красота. 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 Красота.